Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня у нас видео вопрос-ответ. В инстаграме я сделала пост для того, чтобы вы задавали вопросы мне для видео. И самые лучшие, я сказала, вопросы, которые мне будут интересны, интересно будет на них ответить, я отвечу на них в видео. Но прилетело просто невероятное количество вопросов, а точнее их почти 300, 298, чтобы быть совсем точной. Да, 298. И просто разноплановые абсолютно вопросы, мне хочется на все ответить, но вы понимаете, да, что это будет за видео просто на целый час. Поэтому я выбрала некоторые вопросы, на которые я отвечу сейчас. Отвечу на вопросы, которые часто задавали мне уже. Остальные вопросы, которые не попали в видео, девочки, не расстраивайтесь. Вы можете также задавать их мне в прямой трансляции. Сейчас в прямой трансляции раза два в недельку я веду обязательно. Думаю, что нужно вообще сделать одно такое, сделать пост, где я скажу, что будет трансляция. Такого-то числа у вас, столько-то времени. И постараться ровно, чтобы вы подготовили вопросы все свои. Потому что я все время спонтанная. И обычно вопросы, такие классные вопросы, все мне под видео написали. На все хотелось ответить. Как прямая трансляция, так одно и то же. Одно и то же задают. И вообще надо тематику какую-то делать. Ссылочку на инстаграм я оставлю. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Давайте активничать вместе и отвечу на все вопросы обязательно. Либо в видео, либо в инстаграм, в прямых трансляциях, либо еще где-нибудь обязательно отвечу. А, и еще я думаю, что я буду делать посты, наверное, вопросы по тематикам. Потому что было много вопросов о ребенке отдельно, про детей и так далее. О фигуре об уходе за собой. О муже очень много вопросов. Ну и такие вопросы, просто разные. О жизни, да. Значит, первое, что я хочу сказать, это об этой пасте. Вы помните? Мне ее давно присылали. И, в общем, я ее тестировала. И мне много спрашивали, да. Какой, в конце концов, отзыв о ней, да. Что я могу сказать? Если грубо вот так сказать, да. То лично для меня эффекта не было. Такого, который был заявлен, да. Что она прям супер-мега отбеливает. Наверное, это какое-то мягкое отбеливание. Отбеливает настолько, что я не заметила ничего, да. У меня вверху стоят виниры. Внизу у меня зубы, которые я отбеливала. И как раз их пора было уже отбелить. И вот я начала пользоваться этой пастой. В принципе, что-то интересное. Может быть, она чистит, в принципе, хорошо, да. Вот камень где-то поубирала, там еще что-то. Но чтобы она отбеливала саму эмали зубы, я этого эффекта не заметила. Вот. Это такая паста. Вот слэд. Она светится. Ой, что-то я не то открутила. Вот. Светится она. Накладываешь ее на зубную пасту, и потом светишь зубы вот так себе. В общем, вот такая паста. И еще я хотела сказать, очень много тоже меня спрашивали про заработок в армель. Можно ли там заработать, и как можно там заработать вообще. Я пользуюсь этой косметикой, армель, уходы у меня всякие. И самое главное, что там духи. Я дарила, себе я покупала, но я взяла себе целую папку. Вот кратенько скажу, что чтобы заработать в армелье, там нужно приобрести вот такую папку. Я эту папку приобретала для себя. Здесь очень много ароматов разных, мужских и женских. Я приобрела себе вот эту папку, да, и мне дали свой магазин, интернет-магазин, со своей ссылкой. Если по этой ссылке кто-то покупает, естественно, я имею свои какие-то проценты. В армелье проценты очень хорошие. Поэтому, ну, мне нравится. И качество продукции у них достаточно хорошее. Особенно духи, да. А, вот я еще пью мух. Это витамины такие, очень вкусные, кстати. Духи просто один в один со многими известными брендами, да. Если пирать такую папочку, то там все подробно рассказано. У меня есть девушка, которая вообще помогает. Она помогает все вот так вот организовать, да. То есть, если кто-то хочет, в принципе, то можете писать мне в личку в ВКонтакте, да. И я вас уже, в принципе, ну, что первое? Первое, что это покупается вот эта вот папка. Заработать можно нормально и очень хорошо. Что касается процентов, проценты очень хорошие там платья. Продукция, качество мне нравится. Очень хорошая. Я подарила недавно Лене на день рождения мадемуазель Коко. Она вообще в восторге. Она говорит, я не прогадала. Вот этот аромат просто best the best, один в один. Держится очень долго. Можете вот так же в Инстаграме у нее спросить. Она довольна. Ладно, перейдем к вопросам, которые были в посте в Инстаграм. Значит, первое. Вы помните, как были расстроены лет пять назад и имеет ли это сейчас какое-то значение для вас? Абсолютно никакого значения это сейчас не имеет. Более того, я даже и не помню все моменты, по которым я была расстроена. Может, даже если самый сильный взять, это мой развод. Скорее не развод, а просто само предательство, да. Вот человеческое. И то я уже настолько это не помню. Это такой пшик просто на сегодняшний день. Поэтому не расстраивайтесь. Сегодня у кого что-то плохо, вы это обязательно в будущем забудете. Второе. Ты бы хотела себе такого друга, как ты? Да. Я бы очень хотела себе такого друга, как я. И побольше бы таких друзей, как я. Я классная. Не, ну правда, я обладаю теми качествами, всегда ищу такого человека, который обладает такими качествами. Ну, таких не много. Возможно, я одна. Ладно, вы поняли, что я люблю себя, да? Какие психологические практики ты пробовала еще? Я пробовала еще эриксоновский гипноз. Помимо тех, которые я рассказывала. Вот про эриксоновский гипноз я, по-моему, не рассказывала. Я его проходила курс. У меня даже сертификат где-то есть, что я типа там мастер, ла-мастер. Но мне очень понравилось. Можно помогать как другим, так и себе. И очень такая легкая практика. Достаточно эффективная. Это я проходила, когда еще училась. Хочешь ли еще деток? И как относишься к child-free? Это люди, которые сознательно не хотят иметь детей, не желают. Я хочу еще деток, да. И я была одной из child-free когда-то давно. И я тоже не хотела детей. И хотела отдать себя всю для других детей, для детей всего мира. Но, вы знаете, все это происходит и все эти мысли происходят. Именно тогда, когда нет подходящего партнера рядом. Вот я пришла к этому. Что когда нет у вас любви, да, когда нет мужчины, который хочет детей от вас, который хочет создать семью, хочет что-то, чтобы появилось на свет новое, да, то возникают такие мысли, да. Либо это высокодуховный человек какой-то, да. Я хотела идти по стопам одного из учителей женщины, да. И как раз у меня не складывалось все с мужчинами, так как хотелось бы мне вначале, когда я была молодой, да, достаточно. И прям, да, я вот шла к тому, что я не хочу иметь детей вообще. И вы знаете, когда год мы пытались с моим любимым ну, как бы, зачать ребенка, я вспоминала эти свои пожелания, что я не хочу иметь детей, и что хочу для всех, для всех. Я вспоминала и думаю, вдруг мои пожелания сработали, а вдруг я не смогу иметь детей, именно потому что я тогда это желала. Думаю, какая же я была глупенькая. Желать этого нельзя. Я думаю, что если есть это на самом... Ну, вот сейчас, да, вы не хотите, вот так лучше и говорить. Ни в коем случае не надо же. Я не желаю себе детей. Я не хочу детей, вот, и в будущем не хочу. Никто не знает, что нас ждет в будущем. Вы можете встретить такого человека, с которым просто захотите создать что-то. Создать еще одного человека, может быть, не одного. И очень печально, когда не получаются детки. Очень. Ну, меня поддержат и скажут об этом девочки, которые пытаются забеременеть, хотят детей. Поэтому лучше себе не желать такого. Без детей. Совет ребенку. Что бы ты сказала, если бы могла дать один совет ребенку? Вы знаете, еще был похожий вопрос тоже. Вот как ни странно, если вот прям быстро, это даже первое, что пришло мне в голову. Если бы я могла дать только один совет ребенку, ну, не ребенку, конечно, сознательному ребенку, который более-менее что-то понимает, я бы просто сказала присмотрись к буддийскому учению. Больше ничего. Потому что я считаю, что правда этот взгляд на жизнь, он меняет все вокруг. И человек будет счастливым. Все у него, короче, будет. Самое главное, он будет счастливым. Если он присмотрится и начнет практиковать этот взгляд. Он очень крутой. Все остальное будет. Бывает ли такое, что ты снимаешь видео без вдохновения, без желания, только потому что надо? Нет. Не бывает такого. Я всегда люблю снимать видео. У меня вдохновения куча. Желания снимать очень много. Я вот даже бывает, если у меня есть возможность дорываюсь, я сразу так, на эту тему надо, на эту тему просили, на это. Просто сейчас с маленьким, он более активно стал, с ним сейчас еще сложнее стало снимать. И единственное, что меня останавливает, вот, в моих порывах, желаниях и вдохновениях, это то, что ему сначала нужно уделить время, а потом, вот как сейчас, он спит. Я снимаю для вас видео, потому что уже просто давно пост выложила, и уже вы просите, когда-когда. Чего не хватает в жизни? Боишься ли ты старости, и на чужом счастье, счастье не построишь? Чего не хватает в жизни? Вот вы знаете, в жизни у меня все есть. Единственное, что всегда не хватает денег. Всегда не хватает денег. Правда. В плане ощущения внутреннего и всего, у меня полная гармония. Полная гармония, ребенок, муж, семья, друзья, все замечательно. Правда. Ну, в принципе, денег у меня не хватает. Но я хочу больше, я хочу жить круто и больше. И если будет денег столько, сколько мне надо, то будет все вокруг так, как надо. Я не буду вдаваться в подробности, но вот оно так и будет. Боишься ли ты старость? Я не думаю, в принципе, нет возраста, не боюсь. И на чужом счастье, счастье не построишь? Конечно же, не построишь. На чужом несчастье, счастье. На чужом несчастье, счастье не построишь? Не построишь. На что готовы ради одного миллиона подписчиков на YouTube? Я готова работать, работать и выкладывать видео каждый день. Какой момент в жизни хотела бы пережить снова? Вы знаете, нет таких моментов, которые бы я хотела пережить снова. Я бы хотела переживать новые моменты. Вот я такой человек. Я даже не могу пересматривать фильм два раза. Вот просто. Если я впечатление пережила, уже мне все, мне неинтересно. Мне нужно новый. Я хочу переживать новые впечатления. Поэтому никакой бы не пережила снова. Были ли такие ситуации, чтобы ты задумалась о суициде? Никогда такого не было, чтобы я задумывалась о суициде. Не, ну это было на уровне такого, знаете, что если кирпич на голову падет там, да, или... Ну, то есть, абсурдные мысли, но на уровне мысли, но никогда не задумывалась ни на секундочку о том, чтобы серьезно. Потому что я считаю, что жизнь это вообще одна из самых драгоценных вещей, что есть на этой планете. И возможности у человека, вы не представляете, сколько возможностей. Очень много. Я говорила уже на самом деле об этом в видео Синий Кит. Я говорила о том, как я отношусь к жизни. Вот. И призывала детей к этому. Как борешься с ревностью? Муж далеко, наверное, с ума сходишь. Я вам так скажу, что с ревностью бороться легко. Знаете, правильного человека просто нужно иметь рядом. Ревность это на самом деле не что-то вот такое, да, там, я считаю, да, сумасшедшее. Как бы я не встречала еще такого. Я просто знаю, что ревность бывает у людей, которые там не доверяют. А не доверяют они не просто так. Каждый человек видит, кто для него на 100% выкладывается. Если найти правильного мужчину, то он усыпит вашу ревность. Он будет себя вести так, что ваша ревность даже при самых вот таких вот где что не найдет. все гладко, понимаете? У меня такой мужчина. Моя ревность пить. За что ему большое спасибо. С нелюбимым в достатке или с любимым в шалаше? Вы знаете, пробовала я с нелюбимым в достатке. Это вообще не мое. Это просто. Никак. И с любимым в шалаше тоже не получилось. Поэтому с любимым в достатке. Только так. Иначе не надо вообще никак. Ну и тоже мужчину правильного надо выбрать, который точно так же скажет. Ему не надо любви и шалаша. Ему нужна любовь и супер-пупер все вокруг. Был ли переломный момент в жизни, когда расставалась с парнем и весь мир из-под ног уходил? Как ты с этим боролась? И похожее вот самое сильное предательство тоже вопрос был. Скажу вам. Вот одно из моих самых сильных предателей в жизни, которые я помню. И оно же связано с молодым человеком, точнее с моим мужем первым самым. Это был такой переломный момент. После этого мне казалось все. Сказка разрушена. То, что я верила раньше, что один раз я навсегда встретил, поженился, все навсегда. Что на самом деле этого нету. Что нет, не будет у меня так. Ну и что это жизнь в принципе. Не то, что я какая-то такая у многих так вокруг. Я не единственная такая. И сказка разрушена. В тот момент я немножко я как бы знала, что у меня все будет хорошо. Все равно я создам себе эту сказку, во что бы мне это не стоило. Я создам эту сказку, у меня будет хороший конец. И хороший процесс. Хороший процесс и хороший конец. Все будет замечательно. Я создам это своими собственными руками. Пусть говорят, что все будет плохо и жизнь говно, все вокруг такие депрессивные. А у меня все будет зашибись. Пусть они учатся у меня. И в тот момент я просто поняла, что не нужно сильно там иллюзионировать все это. Нужно еще немножко вот так поворачиваться как бы вокруг и смотреть, что вокруг тебя происходит. Жизнь, она прекрасна на самом деле. Но люди, потребности, желания, гнев, зависть, это все есть у людей. Это реалия как бы наша. И от этого никак не уйти. Нужно это воспринять. Принять это, что это есть. Если вы будете понимать, что это есть, то вы не будете уже сильно удивляться людской зависти или там это. Будете думать, блин, вот такие люди есть. Блин, вот такие люди есть. Но это неудивительно. Ну как бы есть. А есть и другие. И как-то проще я отношусь. Особенно если я понимаю, что люди, когда им хорошо, они никогда плохо не сделают другим. Поэтому проще еще отношусь так с сочувствием тем людям, у которых, наверное, плохо им. Очень плохо. От того они делают гадости, от того они предают. Вот так я к этому отношусь. И вы знаете, когда есть это понимание, как-то все само собой проходит. И вообще, когда тут сложные моменты, вот еще вопрос был про депрессию, да, и апатию, и как я вот с этим борюсь. Да, у меня это было. Я знаю, что все на самом деле временно. Даже здесь же депрессии и апатии, они пройдут. И просто не нужно в них вкладывать сильные энергии. Знаете, что они пройдут. И просто занимайтесь параллельно какими-то делами привычными, которые вы занимаетесь, ну, которые надо, может быть, понятно, что не хочется ничего, ну, которые надо, вы делаете, там, чистите зубы, кушаете, смотрите фильмы, может, какие-то. Хотите валяться? Валяйтесь. Хотите поплакать? Плачьте. Знаете, что этот момент просто пройдет. Ну, такой вот период жизни, он бывает. По разным там причинам. Главное, не вкладывайте туда много энергии. Ждите, он пройдет. А можно, конечно, другая сторона вложить туда много энергии вообще. Не хотите ничего делать, вот конкретно ничего тогда не делать. Вот ляжете на кровати и все, и лежите. Вот сколько вы так пролежите? Вот и не ешьте даже. Ну, станет просто немножко смешно, да? Что за цирк мы устраиваем сами с собой? Или представьте, что жить вам осталось совсем немножко. Что бы вы сделали? Веришь ли ты в дружбу парня между девушками, парень и девушка, и был ли у тебя опыт? Я не верю в дружбу между парнем и мужчиной, но у меня был опыт такой. Я дружила и дружу очень много с одним человеком, он старше намного меня, и реально это вот чистая дружба. Основывалась она на нашем взгляде. Он тоже буддист. Я дружила, мы жили в большой квартире в Москве, то есть как брат, он мне как старший брат, реально я его воспринимала. И никаких мыслей даже не было, в плане интимных каких-то вещей. Поэтому это случай один на миллион. Семья или карьера? Семья. Где часто бываешь? Гридзе можно встретить. Я часто бываю в Меге на выезде, в Оксай, и в парке Островского, потому что он не так далеко находится от меня. Что значит мой браслет? Это буддийская ленточка, защитник. Планируете вы покорить Москву еще раз? Да, что ее покорять там? Как-то я и не покоряла, и покорять Москву. Да нет, ну какой же? Семья, все. Сейчас я должна покорять своего мужчину постоянно. Чтобы было у меня вот тут. Как ты относишься к вопросам о муже? Типа, я же просила много раз о муже не задавать вопросы. Ну, я поняла, что никак вообще эти вопросы не отсечь. Каждый новый человек, он не знает, не смотрел все видео, и ему интересно все, понятное дело. Спокойно отношусь, когда нужно, отвечу, когда не нужно, не отвечу. На что могу отвечаю, на что я нельзя не отвечаю. Нормально, короче, уже. Хотела бы свой салон красоты и ютубить. Конечно бы я хотела свой салон красоты, свой магазин одежды. Я бы все хотела, весь бизнес, который только существует, все бы хотела. Но все упирается в деньги и во время. Поэтому, я думаю, со временем, возможно, все и будет. В общем, все эти вопросы я ответила. Видите, уже какое длинное видео. У меня уже 21 минута просто нащелкала. Давайте я пойду монтировать, мои хорошие. Кстати, скоро будет конкурс. Вот, да, на ютубе. И будет конкурс в инстаграме. Поэтому подписывайтесь в инстаграм, следите за постами. Будут посты конкретно по тематике какой-то, вопросы, чтобы задавали. Вот если о муже, то все о муже тогда зададут. Если о детях, то все о детях зададут. Я отдельное видео еще сниму с вопросами. Я вас люблю. Целую. Спасибо вам за вопросы. Спасибо за вашу активность. Вы у меня самые лучшие. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok